Всем привет, это Реальная Журналистика. Хочу записать небольшое видеообращение. Ребята, завтра очень важный день. Очень важный, и мы не должны, как обычно, его проспать, сидя дома на диване. Завтра в ряде регионов, почти в половине регионов страны пройдут выборы, случится день голосования. Я призываю всех вас, соберите свои розовые попки в кучу, возьмите всех своих друзей, знакомых, родственников, сходите на эти избирательные участки и обязательно проголосуйте. Это очень важно, потому что, ну, хватит уже отсиживаться по углам, а то мы так и будем всю жизнь жить вот при этой замечательной власти. Начинаем! Конечно, кто-то из вас сейчас может задать мне вопрос, что ты нас агитируешь за эти выборы. Ты реально веришь, что выборами в нашей стране можно что-то изменить? И вот сейчас попытаюсь вас переубедить. Итак, заблуждение номер один. Заблуждение номер один. Что можно решить посредством этих выборов? Ведь все прекрасно понимают, что результат будет не таким, как люди проголосуют, а будет так, как посчитают. То есть в нашей стране все решается где-то там, какие-то мифические они считают, как им больше надо, и все. Поэтому ходи, не ходи, результат будет всегда один. Единая Россия forever. Хорошо. Давай представим, что это действительно так, что будет именно так, как посчитают, и что, в принципе, никакие выборы ни на что не влияют. Наши воли и изъявления на него всем давным-давно наплевать. Просто нарисуют все, что надо, и все. Задам тебе один простой вопрос. Тогда, дорогой, объясни мне, а для чего нужно было властям устраивать весь этот цирк, который мы с тобой наблюдали там минувшей осенью, минувшим летом, когда в Ленинградской области, например, кандидаты не могли подать документы на регистрацию. Они не могли найти избирательные участки. От них бегали там эти представители избирательных комиссий. На каких-то участках нанимали, ставили крепких ребят, которые с помощью кулаков не пускали этих кандидатов. Даже просто до процедуры зарегистрироваться. Для чего нужно было в Москве весь этот кипиш устраивать, не допуская там Соболя, Яшина, Милова и других независимых кандидатов. Но если уже все решено, ну что мешает властям взять и допустить всех этих людей до участия в избирательной кампании? Пускай потешат свое самолюбие, пускай народ подумает, что у нас какие-то выборы, тут нас кандидатов пускают. Но не пускают. Почему их не пускают? Для чего надо было это сделать? За этим пошли последствия, да, куча каких-то несогласованных митингов. Выросло, еще больше выросло число недовольных. Нафига власти нужно было этим заниматься? Наверное, ответ очевиден. Наверное, потому что что-то дорешают эти выборы. Нет, ты как думаешь? Заблуждение номер два. Тем, что я пойду и поставлю галочку, я тем самым легитимизирую эти выборы, потому что им нужна явка. Дорогой ты мой человек, спешу тебя расстроить, никакая явка им не нужна. По крайней мере, им не нужно, чтобы я или чтобы ты пришли на эти избирательные участки и проголосовали. Во-первых, порог явки у нас отменен, об этом уже много говорено, переговорено. Как ты думаешь, для чего его отменили-то? Потому что им явка здорово нужна? Да нет. На самом деле, все, что им нужно, им нужно создать видимость, что у нас проходят какие-то выборы. То есть, если вдруг, например, где-то завтра какой-нибудь Макрон спросит Путина, скажет, да у тебя и выборов-то никаких нет, вон люди жалуются, он скажет, не-не-не, подожди, смотри, у меня из каждого утюга кричат о том, что, ребята, приходите на выборы, это очень важно, это очень нужно. По всем каналам Скобеева вон голос сорвала, а ты говоришь, нет, мне очень-очень выборы эти нужны, то есть им нужна видимость. На самом деле, мы с тобой на этих выборах никому не нужны, и вот так они и поступают. Потому что сегодня протестников намного больше, намного больше, чем вот тех самых сторонников власти, вот кого сейчас не спроси, ну люди ненавидят Единую Россию, таких уже не то, что более 50%, их, наверное, две трети уже, вот, поэтому, но видимость выборов, повторюсь, им нужна, поэтому что они делают? Они тебе по всем каналам кричат, приходи, приходи на выборы, а потом их засланные казачки где-нибудь в интернете сидят и дуют тебе в уши. Говорят, братан, зачем? Ты пойдешь, ты легитимизируешь эти выборы, это же явка, ты че? Ты поднимешь им явку, нафига тебе это надо? Вы знаете, я бы, наверное, тоже так поступил. Вот если бы я куда-то избирался и понимал, что подавляющее большинство избирателей против меня, но я бы, наверное, сделал все, чтобы эти люди не пришли на избирательные участки, поэтому тебя просто пытаются объегорить, а ты все это хаваешь. Заблуждение номер три. Так мы же сидим за одним карточным столом с Шулером. Как ты предлагаешь выиграть у Шулера этот ком, если у него вся карта крапленая? Только, братишка, ты забываешь об одном, ты уже сидишь за этим столом, ты уже в игре и знаешь почему. То, что ты не хочешь голосовать, это не значит, что ты вышел из-за этого карточного стола. Ты уже в игре по одной простой причине, что твоя фамилия вынесена в избирательный бюллетень, она уже там есть. Встать из-за этого стола ты можешь только и уйти, только одним способом отказаться от гражданства, от российского гражданства, взял и отказался, а так ты находишься за этим столом, ты уже играешь. Единственное, что ты делаешь в отношении с этим Шулером, ты постоянно скидываешь карты. Ты говоришь, я пас. 2016 год ты их скидываешь, 2017 ты их скидываешь, 2018 ты их опять скинул. То есть ты в игре, ты просто каждый раз скидываешь и ждешь нового окона, вот и все. Повторюсь, не хочешь играть с Шулером по его правилам, откажись от гражданства, твою фамилию вычеркнули из избирательного бюллетеня, и за тебя никто ничего не подделает, никто ничего не нарисует, а так ты сидишь, ты с ним играешь. Еще одно распространенное заблуждение. Слушай, там выбирают каких-то муниципальных депутатов. На кому нафиг нужны эти муниципальные депутаты? Чего мы о них вообще знаем? Чем они занимаются? Я понятия не имею, а ты мне предлагаешь идти голосовать за какого-то этого засраного муниципального депутата? Он нафиг никому не нужен. Честно тебе скажу, я сам не знаю, кто у меня в районе, где я живу, муниципальный депутат. Я сам не знаю, чем он занимается, но я тебе расскажу одну интересную историю. Это нам кажется, что кто, что делают эти муниципальные депутаты, мы понятия не имеем. На самом деле, дорогой мой, ты смотришь все время на этот избирательный процесс только вот сюда. Самый его конец, когда мы выбираем Госдуму, или когда мы выбираем губернатора, или когда мы выбираем президента, вертикально она выглядит несколько по-другому. Там все начинается с низов. То есть муниципальные депутаты, тебе может казаться, что они ничего не решают. Но через 2-3 года, когда наступят губернаторские выборы, ты первый начнешь кричать, опять не допустили моего губернатора, как было, да, в городе Шведловской области с Ройзманом, помните? А почему его не допустили? А просто потому, что он не смог пройти муниципальный фильтр. То есть ему надо было собрать энное количество подписей муниципальных депутатов, он не смог собрать это необходимое количество подписей, потому что огромное количество муниципальных депутатов оказались единороссами, а единороссам дали команду, за Ройзмана не подписываться, он не смог пройти этот муниципальный фильтр. А вот теперь я тебе говорю, дорогой мой, это ты сделал так, что твоего кандидата не допустили и не допустят в будущем. Это ты наплевал на выборы муниципального депутата, не пошел и не проголосовал за него, а через 3 года ты начнешь кричать, ой, моему кандидату не хватает, он не смог пройти муниципальный фильтр, его не допускают. Это ты его не допустил. Если ты завтра не пойдешь на эти выборы, ты снова не допустишь своего кандидата к участию в губернаторских выборах и будешь ждать еще энное количество лет, пока до тебя дойдет. Знаешь, есть хороший фильм такой «Москва слезам не верит», и вот там была героиня Ирина Муравьевой, которая все время мечтала выйти за какого-нибудь состоявшегося мужика. Есть там классная сцена в фильме, где она стоит на работе в химчистке, приемщица она работала, и приходит какой-то генерал с женой, сдает ей китель в химчистку, и вот они уходят, и вот героиня Муравьева стоит, и говорит, вот блин, повезло же кому-то, вот вышла же замуж за генерала, вот бы мне так, я бы тоже была неплохой генеральшей, наверное. И на что ей подруга сказала, говорит, дорогая моя, чтобы стать генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта, да помотаться с ним 20 лет по гарнизонам, и только тогда. Может быть, если он дослужится до генерала, ты станешь этой самой генеральшей, вот и здесь все то же самое, ребят. Здесь все то же самое, если вы хотите выбрать своего губернатора, своего кандидата в губернаторы, там через год, два, три, когда у вас эти выборы, вы выберете завтра, сходите, муниципального депутата, который подпишется за этого губернатора, губернатора. И вот тогда будет вам счастье. Ну и финал! Тоже одно из моих любимых. А чё, ну и за кого мы там будем голосовать? Чё ты нам предлагаешь? Вот там, коммунисты, либерал-демократы, как обычно, вот эти вот четыре партии, которые куда-то прошли. Да, ребята, да, дорогие мои. Потому что сейчас мы находимся в той ситуации, когда надо начинать всё сначала, да, прежде чем пойти, вот у меня во дворе яблоня, там яблоки созрели, да, но прежде чем сорвать эти яблоки, много лет назад я выкопал ямку, я посадил туда саженец, я много лет его поливал, я за ним ухаживал. Сейчас я по прошествии энного количества времени могу пойти и сорвать эти яблоки. Если бы я всего этого не сделал, я бы никогда вжив... Вот у меня бы сейчас не было этих яблок. Сами по себе они бы не материализовались. Это первый момент. Второй, да. Да, да, давайте выбирать из того, что есть. Лишь бы не достались эти голоса нашим друзьям-единоросам. Понимаете? Вот что надо сделать. Пойдём, значит, выбирать из того, что есть. Там коммунисты, либерал-демократы, неважно, посмотрите у себя по городу, да, по региону какая из партий, какой-то от самой сильной позиции. И исходя из этого голосуйте. Понять это просто. В любых соцсетях, в том же контакте найдите там свой город, какое-нибудь сообщество. Типичный Новосибирск, типичный Нижний Новгород, типичный Челябинск. Посмотрите, почитайте ленту. Ну какая из партий хоть более-менее хоть что-то делает. И вот по этому принципу голосуйте. Ну или просто договорились там где-то у себя в офисе на работе. Всем офисом голосуем, например, за коммунистов или там в институте. Всей группой голосуем, например, за ЛДПР. Так будет проще, лишь бы не за вот этих вот ребят, которые нихрена не делают, которые партия реальных дел себя называют. Для чего это нужно? А нужно это просто для того, чтобы, знаете, есть такой принцип «разделяй власть». Сегодня, как я уже сказал, там выше, нас протестников больше. Но нас всех разделили. И что мы делаем? Мы с тобой сидим и постоянно ругаемся. Кто круче, Навальный или КПРФ, там, например, условный Навальный, там, условная КПРФ, там, Удальцов или там какой-нибудь Милов. Вот мы сидим между собой, до драки у нас доходит. А Единая Россия, они под это дело раз-раз-раз пошли и проголосовали. Потому что пока мы с тобой тут грыземся, они припинали на участок каких-то бомжей, алкашей, рабов этих бюджетников. Плюс, да, не будем забывать, у Путина есть ядерный электорат. Нравится вам это или нет, но процентов 20 вот этих отмороженных запутинцев они есть. Они в любом случае придут и проголосуют за Путина. Плюс, повторюсь, они пригонят бомжей, алкашей и вот этих всех рабов. Процентов 40 на избирательные участки, в конечном итоге они нагонят все. Им не нужно, чтобы мы с тобой приходили. Мы с тобой дальше будем ругаться. А они, как обычно, возьмут там 80-90 процентов и все, и опять переплыли. Поэтому, дорогой мой человек, повторюсь, бери свою розовую попку в руки, тащи ее на избирательный участок, бери своих друзей, родственников и голосуй. Иначе ничего не поменяется. Да, сегодня не из кого выбирать, по большому счету. Значит, голосуй за коммунистов. Наша задача, что сделать-то? Я недаром про принцип разделяя и властвую сказал. Наша задача с тобой сегодня добиться, чтобы они между собой там ругались. И когда в парламенте, что было не как сегодня у тебя в парламенте 80 процентов единороссов, и какие-то там еще из 40 депутатов 35 единороссов, и 5 там еще не пойми откуда, там хоть откуда. Они все равно ничего не решают. Наша с тобой задача сегодня сделать, чтобы их было 10 человек из 40, да? 10 человек от КПРФ, 10 человек от ЛДПР, 10 человек от Справедливой России, и еще 10 человек там от Единой России. И пусть не мы с тобой ругаться должны. Пусть они там между собой грызутся и ругаются, тянут одеяло на себя. Мы от этого только выиграем. Потому что они будут заинтересованы из-за того, чтобы получить наши голоса в будущем, для того, чтобы получить, завоевать нашу симпатию. Они будут вынуждены что-то делать для людей. Не Навальный уже будет сидеть и разоблачать коррупционеров в правительстве. Они сами будут коммунисты сидеть, разоблачать коррупционеров где-нибудь там среди единороссов. Единороссы начнут там разоблачать коррупционеров среди членов ЛДПР и так далее. Пусть они между собой грызутся, не мы. Вот что значит разделяя властук. Давайте мы уже наконец возьмем и их разделим. И будем властвовать так, как положено по конституции. А если мы будем сидеть дома, мы ничего не добьемся. Я вам все сказал, а вы думайте. Жду нам час, как завтра.